итак здравствуйте дамы и господа с вами на связи Олег Алабудин и сегодня у нас такой вопрос-ответ такой небольшой что ты спрашиваешь что лучше делать с блоком сначала разгрузить позвонок как бы скинуть его и потом прорабатывать триггерную точку либо наоборот сначала проработать триггерную точку а потом разгружать позвонок как правильно как ждут и между подробно проработать размять да разве есть хорошенечко триггерную зону да то есть триггер размягчить и потом прорабатывать а проработать позвонок это что значит но не проработать позвонок разгрузить растянуть человека а потом проработать либо наоборот здесь смотри прямого ответа нету но лучше я скажу потому что сначала надо все-таки разгружать мышцы мышечные замки блоки всевозможные преграды чтобы помочь именно потом легче разгружать позвоночник с помощью вытяжения хруста там и так далее вот собственно говоря к этому мы готовим вот этим массажем человека но по факту получается что опять же вы смотрите по телу человека насколько ему можно и нужно помочь то есть глубина вашего осознания массажа надо бывает просто недостаточно и триггерная зона они как правило ну сейчас вы ее разгрузили до через неделю через 2 болит это постоянно постоянно человеком будет возвращаться но если вы используете например гель специальный ну крем вот я рекомендую тэйфу использовать он сразу снимаюсь вот эти вот зажимы спазмы неозиты то будет больший эффект соответственно промять можно иной раз вообще рекомендуется до вот этих вот термин разгрузить вот чтобы его применить иной раз надо аж минут сорок-пятьдесят зону обрабатывать разного настолько зажата что вот именно вот там сложно и долго приходится работать опять же мера вашего понимания если вы разбираетесь в энергетике человека да вы можете не крем использовалась сначала энергетическую блокаду снять где-то вот в этой зоне то есть как-то у таких людей я не говорю конкретно про вас да но таких людей есть определенную чувствительность и убираю извне вот это вот первую причину да им легче потом ставить позвонки и убирать триггерные боли до точки соответственно если мы другой вопрос насколько помогут наши вот этим надо прием когда мы здесь изучаем опять же понимаете с дальнейшей ваша практика вы будете все глубже глубже понимать то что вы делаете научиться одно но понимать что делаете это другое вот есть такая поговорка что руки массажиста становится и у пальца становится начинает принимать свою собственную работу только через два года практики это вообще никак не связано с обучением вы можете обучаться два дня можете два года обучаться именно массажировать да но все равно ваши руки еще после этого начнут осознаваясь так что вы просто закрытыми глазами и я иной раз так как делаю голову сторону собой мозг мне не мешал пальцы лучше знают пальцы надо сами делаю то что нужно представляете вот но пока учимся вот все эти приемы они пригодны и помогут по любому человеку ну не на сто процентов может быть но по любому помогут если вы не справились с одним способом до сады манипуляции сделали другую манипуляцию в этом же месте не получилось сделали третье манипуляции получилось сильно сделали стоя не получилось стоя сделали лежа на полу например я спрос на одну и ту же зону разные виды манипуляций и как правило для молодых таких людей до у которых позвоночник более-менее подвижен можно делать сколько угодно он пустит и щелкает и щелкает и все равно рано или позвонившего место встанет но с годами с пониманием вы будете осознавать что здесь вот в нижнем отделе надо сделать слева направо движение а сверху модели справа налево то есть уже не надо делать симметрично и более разницы в первом случае мы делаем симметрично все пока не получится да во втором случае мы делаем только с той стороны с какой надо это мы осознаем то есть специально не доделываем другой стороны потому что человек по-другому не разгрузить то есть его но время ограничено да мы не не разгружаем мышцы трагедной зоны трапеции например да слева но зато справа мы сделали все манипуляции с костями и этого достаточно чтобы эти зоны дальше мне не может не массировать сложно для этого вопрос то есть еще раз повторю что нет однозначного ответа потому что это все в ваших руках когда вы руками начать и чувствую что лучше так и сделаете если что просто я хочу сесть вас в вас эту уверенность вы уже мастера вы уже можете а дальше просто отключается мозг на мозг мешает мы начинаем подщупывать просчитывать а как правильно вот я показал делить тело там на четыре зоны до на три зоны когда растирание делаем да потом обрезана потом на одну зону и в каждом в каждой зоне по четыре раза сделать такие стежки и это же не значит что вы должны заморачиваться и считать так раз два три четыре раз два три 4 наоборот отключается мозг это пока мы учимся мы разбираем так детально все там дальше все проще будет просто ваша рука ездит сама по себе и уже можно будет и по телефону разговаривать и с клиентом анекдоты троить всякие вот да так что обучаем мы на наших тренингах очень быстро если у нас смотрите видеозаписи то смотрите ставьте лайки но само глубокое понимание ваших рук приходят именно здесь на тренинге потому что у нас только практика практика и практика к ним сейчас и приступим